Всем привет! Вы на замечательном канале по заработку в интернете MoneyHub. Дорогие друзья, в этом ролике я хотел бы разобрать тему способов заработка на своем youtube канале, когда у тебя мало подписчиков, ну а также разобрать живые примеры. Надеюсь, ролик будет полезным, а также замотивирует кого-либо создать свой канал и работать не покладая рук. Перед началом попрошу вас подписаться на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и участвуйте в розыгрыше 500 рублей, который продлится до 26 числа. Сейчас на экране вы видите ролик, в котором можно узнать все условия для участия. Приятного просмотра! Для начала разберем то, как вообще можно заработать на youtube канале. Первым делом это монетизация. Для того, чтобы подключить монетизацию, вам нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Лично мне пока до этих показателей далеко, но суть не в этом. После того, как вы наберете все эти показатели, вы подаете заявку, ее рассматривают и если вы не нарушали правила сообщества youtube, они обязательно вам подключат монетизацию и вы сможете зарабатывать с коммерческих просмотров на youtube. А теперь о монетизации. Многие просто не знают, как она работает и почему вы, собственно, получаете деньги. Сейчас я вам объясню. Вы получаете деньги за коммерческие просмотры. Это те просмотры, в которых есть реклама. Обычно это 50-60 процентов от всех ваших просмотров. Из этого и стоит высчитывать сколько примерно вы заработаете. Давайте чуть позже я расскажу какая тематика сколько может приносить. А пока я расскажу о том, как зарабатывать не имея монетизации на канале либо дополнительно. Этот способ кстати может приносить еще больше, чем монетизация. Речь идет про партнерские программы. Сейчас приведу пример. Я снимал ролик про заработок на алиэкспресс и оставил ссылку с веб-камерой и микрофоном в описании. Из пары сотен просмотров кто-то сделал заказ и я заработал чуть меньше 2 долларов. Понимаете о чем речь? Я даже не обозревал микрофон, я просто показал пример и у меня получилось заработать. Отсюда мы берем в пример техноблогеров. Не все техноблогеры разбираются в том, что обозревают. Вы можете обозревать товары с алиэкспресс или ебэй или даже товары с сети линк и зарабатывать на этом деньги. Я кстати рекомендую вам эту партнерскую программу, ссылка на нее будет в описании. Давайте посмотрим пример техноблогеров. Рассказывать про вилсакома и канал 808 просто нет смысла. Это те каналы, которые много работали, чтобы прийти к таким огромным результатам. Возьму более мелкие каналы, например, канал Компуктер. Забавное название, не правда ли? Тут парень собирает компьютеры. Кстати, кому нужен игровой ПК, заходите на канал. Я лично присмотрел себе будущую сборку. Тут он не только рекламирует конкретно товары по партнерке от того же Яндекс.Маркета, который иногда светится у него в роликах, но еще и делает прямую рекламу магазинам с нормальным разбором. То есть лишний раз его не хвалит, а рассказывает о нем все как есть, все плюсы и минусы. И отсюда мы переходим к следующей теме заработка на своем ютуб канале. Прямая реклама. Это то, что может приносить огромные деньги, где доход с монетизации даже в самой дорогой тематике будет приносить вам сущие копейки. Например, имея такой канал на 100 тысяч подписчиков, вы можете зарабатывать с одной рекламы от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от вашей тематики. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Некоторые зарабатывают 50 тысяч рублей за месяц, а возможно именно вы, создав канал и раскрутив его до 100 тысяч подписчиков, сможете зарабатывать с одного только ролика 50 тысяч рублей. Но даже 100 тысяч подписчиков на самом деле лишь капля в море по сравнению со всем ютубом. Так что задумайтесь, пока я рассказываю про следующие виды монетизации своего ютуб канала. Это спонсорство. Я лично покажу пример на канале Мамикса. Если я не ошибаюсь, спонсорство можно подключить от 25 тысяч подписчиков на вашем канале. В разделе спонсорства вы сами выставляете цены на подписку и это очень хороший способ заработка. За эту подписку ваши пользователи могут пообщаться с вами напрямую или получать какие-то ценные инсайты. Например, Мамикс сделал следующим образом. Он сделал специальный значок, который будет показываться с вашими комментариями и в сообщениями в чате. Также он сделал авторские эмодзи, которые можно будет использовать в этом чате. Если вы станете спонсором, вы будете знать точную дату публикации следующего ролика, а также для вас будет специальная трансляция, которая будет проводиться раз в месяц. И все это всего за 249 рублей в месяц. А теперь представьте, сколько Мамикс заработал только с этих подписок, имея на канале 10 миллионов 300 тысяч подписчиков. Да, деньги там явно большие. Но опять же, это монетизация конкретно канала. А как можно зарабатывать, не прибегая к ней? Продажа своих услуг или их реклама. К примеру, вы разбираетесь в фотошопе и можете красиво обработать фотографию или оформить мой канал на ютубе. Вы можете снимать видео обучение на эту тему, а также продавать свои услуги по обработке фотографий и оформлении каналов. Это лишь пример. Да даже если вы играете в игры, вы также можете продавать свои услуги в этих же играх. Пример, я как-то играл в Warface. Было это с полгода назад и попал в клан, где ребята командой за деньги проводили пользователей до первой лиги. Объяснять, что за лига и в чем смысл, я не буду. Зачем отнимать ваше время зря? Но сам факт того, что они продавали услуги в игре, в которую играли и зарабатывали на этом деньги, это достаточно серьезно. Также у них был ютуб канал, на котором было около 2000 подписчиков, откуда собственно у них и шли клиенты. Поэтому зарабатывать можно на чем угодно, благодаря ютубу. Нужно лишь правильно к этому подойти. Есть еще один способ, но он подойдет не для всех. Я приведу пример на том, что вы разбираетесь в анимации. Вы можете не только снимать обучение, но также можете создавать мультики, создать свой сайт и перегонять весь трафик с ютуба на сайт со своим мультиком. Понимаете в чем смысл? Перегон трафика. Даже без примера анимаций и мультфильмов, вы можете перегонять целевую аудиторию на свои другие медиаплощадки и монетизировать их. Вам никто не запрещает. И это на самом деле огромное преимущество ютуба. Самая мощная медийная площадка для заработка, а также самореализации. Если вы вдруг еще думаете или сомневаетесь насчет создания или развития своего канала, то не советую тормозить. Создали и работайте. С каждым годом здесь конкуренции все больше, и раскрутить свой канал становится намного сложнее. Поэтому лучше не ждать, а действовать. Ну а я пока продолжу. А теперь насчет тематик. Самая дешевая тематика это естественно игры. До одного бакса за тысячу коммерческих просмотров. Но есть и исключения. Вот в исключение можно привести канал... Мармока. Его смотрят не только дети, но а также скорее всего взрослые до 25-27 лет. За счет этого у него оплата может быть как раз таки до 2 баксов. Далее идет лайфстайл. Тут примерно до 2 баксов, но в среднем это 1,5 доллара. В лайфстайл можно отнести обычные влоги, а также к примеру чат-рулетка. Чат-рулетка это то, что популярно наверное последние несколько месяцев. Это кстати вам одна из идей для создания и продвижения своего канала. Все что идет после оплачивается в диапазоне до 2,5 баксов, не считая недвижимость, строительство, финансы и финансовые рынки, которые могут оплачиваться до 6-8 долларов в России и странах СНГ. Например, один из самых крупных каналов по инвестициям и экономике это инвестфьючер. Кстати, очень полезный канал. Доход этого канала очень большой. Представьте, что за 1000 коммерческих просмотров в этой тематике вы можете зарабатывать примерно 3-4 доллара. Вот и посмотрите сколько выходит здесь роликов и сколько примерно приносит денег этот канал. Пока я не закончил видео, мне хотелось бы дать вам очень правильный совет, которым пренебрегают многие начинающие блогеры. Не отходите от вашей тематики. Не снимайте то, а потом другое. Если вы что-то снимаете, оставайтесь в своей теме. Иначе ваш доход будет очень маленький, даже если вы будете снимать чаще всего про финансы и совсем чуть-чуть про компьютерные игры. Также дело не только в доходах. Продвижение ваших роликов может быть максимально некачественным. Ведь алгоритм ютуба запоминает, кто смотрел ваши ролики. И если зритель ваш посмотрит сначала про финансы, а после про то как вы играете в GTA 5, то он явно не будет вас больше смотреть и скорее всего отпишется. Как вам видео? Хотелось бы знать ваше мнение. Напишите его в комментариях. Также обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. А также обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Советую также подписаться на мой телеграм-канал, в котором частенько выходят схемы заработка. А также только там каждый из вас может абсолютно бесплатно проконсультироваться со мной по поводу той или иной схемы заработка. Я всегда рад вашим комментариям. Ждите новое видео, которое выйдет через пару дней. Ну а я вынужден с вами попрощаться. До скорых встреч. Кстати, спасибо вам за то, что подписываетесь на мой канал. Я ценю каждого из вас. Пока! Пока!